В клинике Астромед прошла благотворительная операция протезирования зубов по методу все на четырех компаний Нобель Биокер. Операция была проведена 70-летней пенсионерке из Березняков Искре Викторовне. На момент обращения в клинику у женщины имели серьезные проблемы с зубами. На верхней челюсти осталось всего несколько родных зубов, на которых крепился съемный протез. На нижней челюсти зубы полностью отсутствовали. Перед операцией консультативный прием и подготовительные действия. Искре Викторовне сделали 3D-снимок челюсти, провели осмотр, сделали слепок зубов, объяснили, что будут делать в день операции. Значит, смотрите, Искре Викторовне, какой предстоит вам вариант лечения. Мы будем устанавливать 4 имплантата и Роман Юрьевич вам в этот же день фиксирует 10 несъемных временных верхних красивых зубов. Через неделю Искре Викторовне была сделана операция по методу все на четырех. Операция делась два часа, проводилась под местной анестезией. В подбородочный отдел пациентки были установлены 4 импланта компании Нобель Биокер. Соколовская Искра Викторовна – прекрасная женщина. К сожалению, ввиду долгого отсутствия зубов, уровень жизни, качество жизни Искре Викторовны значительно страдал, и долгое время она не могла найти решение этой проблемы. И сегодня на приеме, благодаря дентальным имплантатам Нобель Биокер компании, благодаря запатентованной технологии этой компании «Все на четырех» мы провели лечение Искре Викторовне. Протезирование, выполняемое по методу этой компании, малотравматичное и безболезненное. Сразу после установки импланта Искре Викторовне был зафиксирован несъемный временный протез. Начиная с сегодняшнего дня, Искра Викторовна совершенно спокойно может уже откусывать пищу, может спокойно разговаривать. Адаптация, как правило, происходит за один-два дня, и после этого пациента ничего не беспокоит. Конструкция временная будет находиться в полости рта в течение шести месяцев. И по прошествии этого срока специально для Искры Викторовны будет смоделирована на компьютере, а далее выточена из цельного куска титана титановая балка, которая жестко свяжет все четыре имплантата и в будущем будет служить опорой для постоянного титаноакрилового, титанопластмассового протеза. Операцию он, конечно, производил Дмитрий Александрович. Надо сказать, что очень ювелирно. Надо сказать, что это все прошло на отлично даже. Очень рада. Я, конечно, довольна тем, что это самое, что все получилось. Я не знаю даже, как благодарить вас. Вы понимаете, вы для меня сделали, ну, вот, как вот в детстве. У меня были такие красивые зубки. Вы знаете, вот. И на меня даже смотрели мальчики и радовались. И теперь опять я снова, можно сказать, молода. Да. Спасибо вам огромное. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Вот. Ой. Я не знаю, как вам благодарить. Спасибо. Держите букетчик. Егор, ни у тебя, ни у меня еще нет детей. Поэтому каково это быть родителями, нам еще только предстоит узнать. Но скажи, может, ты представлял, как это будет? В какой детский сад поведешь или школу? Честно, я не задумывался. Привык решать проблемы по мере их поступления. Но это я не о будущих цветах жизни, а о выборе учебного заведения. Воз и факультет мои дети, конечно, выберут сами. А вот с детсадом я обязательно помогу. Лучшие знаю. Вот. Вот ты и сам подвел к проблеме современного образования. Когда родители на шкале от выпускников задумываются о выборе школы, зачастую в голову приходит только образовательное учреждение, которое у всех на слуху. Но ведь это не значит, что остальные школы хуже. Это значит, что родители мало знают об учебных заведениях вблизи места жительства. Поэтому я за детство равных возможностей. Современный детский сад может посещать даже школьник. Это дает возможность выпускнику дошкольного учреждения получать всестороннее образование и продолжить общение с любимыми педагогами. Сын выпустился из детского сада три года назад. И очень приятно, что о детях, о выпускниках не забывают. Дети продолжают заниматься робототехникой. С детьми реализовывают самые смелые идеи. Помогают поверить себя. Собственные силы. Иду с ними до конца. Радуются успехам. Педагоги детского сада проводят семинары, обучающие мастер-классы и подготавливают школьников начальных классов к различным конкурсам. В этом году мы ездили на конкурс в Нижний Новгород. Мы были представителями Пермского края. Было четыре участника нашей команды, три школьника и один воспитанник детского сада. Дети молодцы. Дети были абсолютными лидерами в самой сильной номинации. Их номинация – это самое инновационное решение. Возможность такого взаимодействия есть у выпускников детского сада «Электроник». Совместно с социальным партнером инженерной школы был разработан проект «Электроник 5 плюс», реализуемый в рамках проекта «Детство равных возможностей». Это проект, который настроен на то, чтобы дети, выходя из детского сада, бесшовно, безболезненно, очень плавно перешли в новое звено, в начальную школу. Для этого мы создаем все условия. У нас представлены различные мастерские. Мастерская робототехники, мультипликации, мастерская цифровой лаборатории «Ноураша», мастерская стемообразования. То есть вот эти новые технологии, они есть не в каждом детском саду. И мы очень гордимся, что они у нас есть. И мало того, что они в наличии у нас, мы еще и обучили педагогов. То есть педагоги наши постоянно повышают уровень своего образования и переходят от одного звена к другому. Опытные педагоги и наставники детского сада объединяют на занятиях и школьников, и дошкольников. Выполняя совместные задания, дети учатся навыкам сотрудничества, взаимопомощи и взаимовыручки. Тесное взаимодействие педагогов разного звена помогает детям, еще будучи воспитанниками детсада, погружаться в школьную среду, принимая участие в совместных мероприятиях, конкурсах, эстафетах и олимпиадах. Очень активно участвуют в нашем проекте школьники, старшеклассники. Старшеклассники проводят у нас здесь час школы. Они приходят сюда и проводят с детьми робототехнику, играют с ребятами в шахматами. Детям ведь гораздо интереснее заниматься не только с воспитателями, да, и с преподавателями, но и со старшеклассниками, потому что у них есть чему поучиться. Проект детства равных возможностей помогает и родителям лучше узнать учебные заведения, в которые их ребенок пойдет после детского сада, познакомиться с программой развития и педагогами. Благодаря выстроенной такой нами системе, созданным условиям, которые у нас в детском саду имеются, мы получаем положительные результаты, мы видим задорные глаза ребят, мы видим удовольствие, которое они получают, занимаясь на наших занятиях. Ну и, конечно же, нам очень приятно, что наши выпускники, которые ушли от нас год-два назад, приходят к нам с удовольствием, с большим, и всегда что-то черпают новое для себя. То есть мы не стоим на месте, мы стараемся всегда развиваться, идти в ногу со временем. Каждый выпускник детского сада «Электроник» благодаря четко выстроенной системе взаимодействия готов к плавному переходу из детского сада в школу. Да, выпуск у нас получился то, что надо. Так, собственно, наша программа и называется «Все самое полезное и актуальное». До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова